Всем привет дорогие друзья, вы на канале Альтернативная История, меня зовут Сергей и сегодня мы поиграем за Российскую Федерацию Георгия Явлинского. Это будет путь демократии, путь альтернативной истории для Российской Федерации с акцентом или что там с упором на сближение с Европейским Союзом, НАТО, с сближениями и улучшениями отношениями с европейскими партнерами и соседями Российской Федерации на нашему Альтернативному каналу. Итак дорогие друзья, думаю это заслуживает вашего лайка, потому что я обещал своему подписчику, который очень длительное время писал мне в комментариях, чтобы я поиграл за Явлинского, поэтому я хотел сделать ему небольшой подарок, думаю для вас тоже будет это подарком, потому что про Явлинского у нас были некоторые ролики, но прохожения не было. Я начну свой путь из 17 года, а закончим 1 января 2022 года, как и в реальное время. Итак дорогие друзья, Российская Федерация Явлинского, 2017 год, наш временный промежуток будет начинаться с 17 по 21 год, тут у нас Украина, Петра Порошенко, а есть у нас и другие мировые лидеры Григорий Явлинский, который является президентом данной вот такой Российской Федерации, про демократичную, потому что прошел там референдум нашей альтернативной истории и в 2017 году прошел референдум за Явлинского, где народ проголосовал и Явлинский уже на старте своей кампании отправляет добровольцев и улучшает отношения с Украиной, отправляет добровольцев не Башару Асаду, сирийскому такому лидерове, а отправляет сирийской армии, освободительной армии. Это новая альтернативная история, и цель нашего сегодняшнего выпуска будет заключаться, друзья, в том, что мы поможем сирийской освободительной армии звольнить свою территорию, то есть завершить войну, гражданскую войну в Сирии, победить ИГИЛ, и параллельно с этим будем улучшать нашу внутреннюю составляющую, то есть наше государство, смотрите разные фокусы, под которых мы будем идти, развивать демократию в Российской Федерации современного мира, ну и усиливать наше правительство всеми возможными способами, потому что нам придется, друзья, и побороть коррупцию, и увеличить нашу экономическую мощь, и стагнацию, как раз мы сейчас только начинаем. Мы просим, даем точнее возможность Украине помогти, то есть чтобы они приняли нашу помощь, но они не приняли нашу помощь на сирийском направлении. Успешно ведутся операции, Дамаск был захвачен с помощью одной бригады, то есть спецназовцев Российской Федерации, и с нашей, с помощью асирийская освободительная армия получила пост страны, продолжают свою активную фазу действия, военные действия, которые они ведут, успешно. Если бы не наша одна дивизия, то, наверное, они бы точно, друзья, не выиграли, и не достигли вот тех достижений, которые только они что, только что получили. Параллельно с этим, на территории Восточной Европы, на территории Восточной Украины, начинаются новые военные действия на Донбассе. Итак, дорогие друзья, в реальном мире нашей альтернативной истории президент Российской Федерации Явлинский не участвует данному конфликтовой, а наоборот делает акцент на Ближний Восток, потому что он прекрасно понимает. Друзья, вот таким данным переворотом, который мы только что осуществим на территории Сирийской освободительной армии, что если не будет мира на Ближнем Востоке, то все эти эмигранты, все эти люди, которые страдают от войны, они будут только эмигрировать, дестабилизировать европейское общество, Российскую Федерацию и уничтожать европейскую экономику. Друзья, к счастью, успешно произошел переворот на территории Сирийской освободительной армии, они пришли к власти про-наши, про-российское правительство, и военные действия на Востоке Украины только что начинаются. Друзья, просят Новороссия помощи царев, чтобы мы указали финансирование, я оказал финансовую помощь Донбассовой, но на этом только все и заканчивается, потому что президент Российской Федерации не будет вводить свои войска, он будет ждать и даст возможность Украине, которая победила военным путем, освободила Донбасс или же там навела порядок, захватила контроль над восточной Украиной, ну и таким образом восстановила свою территориальную целостность на Востоке Украины, закрив границу с Российской Федерацией, мы улучшаем отношения с Петром Олексеевичем Порошенко, который является пятым президентом Украины, ну и в будущем, друзья, эффективно воюем на территории Сирийской державы, где уже успешные военные действия, потому что мы смогли захватить и уничтожить практически режим Башара Асада, смогли оттеснить игиловцев в одну провинцию, она находится на Курдистане, на территории, друзья, Ирака, тут у нас параллельно с этим идут уже столкновения внутри сирийской оппозиции, где нам говорится о том, друзья, что, ну, возможно, и новый военный конфликт на Востоке Сирии. Что касается Украины, то тут приходят к власти каким-то образом националисты, не знаю, почему и как именно националисты пришли к власти на территорию Украины, но по фокусам там произошло то, что мы видим, у них все прекрасно, выборы выиграла Прозападная партия, но фокусы решили все, друзья. Таким образом, мы как истинные демократи не можем лишить правительства, такое, украинское правительство националистов возле наших границ, потому что они уже отправили все свои дивизии, которые есть в наявностях Украины, на границу с Крымским полуостровом и на границу с Востоком нашей общей границы, обширной границы Украины, российской границы. Поэтому Российская Федерация Явлинску аналогично отвечает тем же способами, кидая, друзья, свои военные, там, не знаю, частей, и старается не дать Украине запугать русское общество. Ну что ж, друзья, в мире Харсов-РМ-4 за Явлинску присутствуют успешные изменения, экономика и по пути НАТО мы прошли нелегкою данный такой путь. Таким образом улучшаются наши отношения со всеми европейскими цивилизированными краинами. Мы также прошли вот такую данную ветку по фокусах, укрепили демократию в нашей стране, продолжаем укреплять демократию, быть оплотом демократии в Российской Федерации. Ну и, конечно же, будем делать интеграцию в сторону НАТО, Европейского Союза, друзья. Что, соответственно, я и постараюсь вам показать, приняв нужное решение для России. То есть мы уже являемся главным союзником, партнером вне НАТО. Ну а сейчас мы постараемся с помощью политической власти стати основным партнером НАТО. Ну что ж, друзья, очень важный исторический момент заключается в том, что с помощью нашего российского влияния на территории Украины мы попробуем скинуть новый националистический режим Украины и принести до власти тех людей, которые поможут нам только укрепить украинские отношения с Российской Федерацией. Итак, дорогие друзья, мы смогли устранить националистическую партию на территории Украины таким образом. Новые отношения, новое правительство Украины подписывает ряд нужных договоров и с нашим правительством приходит новый президент от гражданской оппозиции, друзья. Это очень важный фактор, потому что уже иде конец нашего прохождение, друзья. Мы смогли немало достигнуть. Вот тут у нас есть Владимир Олександрович Зеленский, который является шестым, точнее, не шестым, а уже седьмым президентом Украины. И Георгий Явленский в знак того, что Владимир Олександрович Зеленский является более прозападным таким лидером, он есть политиком новым. Он заключает тайные договоры с оппозицией и с Владимиром Сановичем Зеленским, то, что Украина от ныне остается нашим марионеточным государством. Параллельно с этим Георгий Явленский отдает Крым Украине в знак того, что сейчас Украина таким образом вернет свои все суверенные территориальные претензии к Российской Федерации, но в знак этого Украина должна быть полностью в сфере влияния новой современной демократической Российской Федерации. Так и случилось, друзья. Крым вернулся в Украину. Сама Украина стала марионеткой Российской Федерации. Я думаю, что это дает нам возможность уже сместить наши военные, то есть мы из Украины российской границы, перенаправляем своих военных на западную территорию, в западную часть Европы. Сейчас уже наши войска будут притыл из такими странами, как Молдовия, Румуния, Белоруссия, Польша, Словакия и Венгрия. Это даст нам возможность в случае там какого-то нового конфликта с НАТО, но не дай бог там, если, конечно же, даже в виртуальном мире, мы сможем дать отпор. Украина была первой страной, которая стала нашим марионеточным режимом демократической Россией. Но, друзья, таким образом мы получили контроль над братской Украиной, сменилося и правительство самой Украины, потому что Александр Володимир Александрович Зеленский, он уступил постпрезидента Украины и отдал ему марионеточному президенту подстану Молдцови с зарекомендировавшихся и назначенным, конечно же, Георгием Явлинским. После того, как украинское правительство примкнуло к нам, само руководство Современной Руси хотело бы аналогичным путем пойти по присоединению Белоруссии Лукашенко в состав на правах новой марионеточки на нашу зону сферы влияния Современной Российской Федерации. Но это было что-то с чем-то, друзья, после того, как я узнал, что Александр Лукашенко смог выстоять нашей такой операции агентной по устранению его от власти. То есть народ, чтобы принял нашу идеологию. Но сама элита такая политическая полностью контролировалась Лукашенко и что не дало нам возможности, друзья, совершить державный перерыв. Что касается Сирии, то сирийская освободительная армия тоже является нашим марионеточным режимом. В нашей ходечке, в альтернативном прохождении Сирии, которая победила Игейл, Башара, Асада, а своих предыдущих союзников с помощью Российской Федерации была уже нашей марионеткой, и мы закрепили свои позиции на Ближнем Востоке. Еще одна попытка со стороны Российской Федерации по устранению Лукашенко от власти и по присоединению на правах марионетки к Российской Федерации Белоруссии. На этот раз наша попытка уменьшалась тотальным таким успехом, друзья. Мы сменили власть на территории Белоруссии. Это стала прозападная Белоруссия. В Европе уже нету, там, на Восточной Европе нету ни националистов, ни коммунистов, никого. Европа стала демократичная. Российская Федерация Явлинского стала очень мегапопулярной и сильной. У нас прекрасная экономика, прекрасные темпы развития. Социальные послуги и социальные услуги к своим гражданам Явлинского сделал особый упор на улучшение жизни россиян и соседей. Таким образом, по фокусам мы выполняем фокусную линию, дерево, как, друзья, увеличение экономической спроможности, противодействие санкциями, Южный поток и так далее. Ну и, конечно же, будем, при вашем желании, улучшать Российскую Федерацию, делая ее более демократичной, более уверенной, более великой такой страной, друзья, в экономичном плане. Мы постараемся сделать с нее, ну, мегапопулярную сверхдержаву на европейском континенте. На данный момент я, друзья, прощаюсь с вами. Это был последний видеоролик, последний, извиняюсь, друзья, видеоролик в 2021 году. Если он вам понравился, не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Вот такая небольшая наша альтернативная история по Российской Федерации, современной России, Явлинску, который сделал путь из 2017 года по 2022 год на нашему альтернативному каналу. Итак, друзья, всем спасибо, всех с наступающим новым роком, пускай все у вас будет хорошо, всегда только улыбается вам, и побольше вам здоровья, счастья и любви, друзья. Вы были на канале Альтернативная История. Меня зовут Сергей. До свидания, друзья, и всем пока.